МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рубен Грантович Априсян. Доктор философских наук, профессор. Заведующий сектором этики института философии РАН. Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова и Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Почетный доктор Упстальского университета Швеция. Область научных интересов, теория и генеалогия морали, история этических учений, нормативная и прикладная этика, философско-этические проблемы общественной жизни, насилие и ненасилие, любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Сегодняшняя лекция посвящена анализу генезиса золотого правила морали. Анализу генезиса или, другими словами, генеалогии золотого правила морали. Я думаю, содержание этого правила здесь все знают, и за пределами этой аудитории знают очень многие, но, может быть, не все соотносятся с этим названием золотое правило. Вот я его проговорю и представлю формулу золотого правила в самом развитом, полном, целостном, законченном виде. И формула эта такова. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте так и вы с ними. Это стих 12 из главы 7 Евангелия от Матфея. Это правило получило название золотого в английском моральном богословии в конце 17 века. То есть исторически довольно поздно, но всегда оно ценилось высоко. К примеру, великий христианский философ и богослов 6-5 веков нашей эры Аврелий Августин называл это правило королевским. И важно отметить, что в незначительно варьирующихся формулировках это правило встречается практически во всех культурных нравственных традициях. В индуизме, в буддизме, в иудаизме, в конфуцианстве, в христианстве, как уже говорилось, в исламе, в традициях мудрости многих-многих народов. Однако это правило обозначалось как золотое или королевское не потому, что оно встречается везде. Когда оно получило это название, вот факт общей распространенности не был известен. Это правило золотое, потому что оно признается основополагающим. Основополагающим для человеческих отношений. Основным, базовым. Ну, раз основополагающим для человеческих отношений, то и для морали. В той мере, в какой мы ассоциируем мораль с человеческими отношениями. И вот тут мы обнаруживаем, что далеко не везде это правило обладает статусом золотого. То есть не везде оно оказывается основополагающим. В разных традициях оно нередко встречается с существующим наряду с другими. Ну, разумеется, оно всегда наряду. Но я хочу сказать, что оно просто рядоположено с другими правилами. Оно никак не выделяется. Оно не имеет статуса основополагающего. И, естественно, возникает предположение, что это правило не сразу осознается и принимается в качестве такового. Чтобы разглядеть это правило в неразвитых, становящихся формах, в протоформах, нам надо хорошо понимать, каково это правило в своей развитой форме. Нам недостаточно знать вот этой формулы. Нам надо аналитически ее разобрать для себя. И вот в этом заключается метод моей реконструкции генезиса золотого правила. Я знаю, что из себя представляет развитое золотое правило. Вот в этой формулировке. Мне известны по литературным источникам, каковы нормативные контексты. Это очень важно, что это правило существует не как отдельная сентенция, не как поговорка или пословица. Это правило в большинстве случаев вписано в определенные тексты, в определенные традиции. И я исхожу из определенных результатов философско-теоретического и нормативно-этического анализа золотого правила. Вот у меня здесь книжка «Золотое правило. Универсальная этика». Вот замечательная книжка Джеффри Уоттлса «Золотое правило». И на основании анализа нормативного содержания, на основе анализа контекстов, на основе анализа теоретических исследований мы можем реконструировать вот то, что я бы сказал, понятие золотого правила. Понятие золотого правила. То есть это не только формулировка, но и ее нормативно-этическое и философско-теоретическое осмысление. Прислушаемся вот к этой приведенной формулировке золотого правила. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте, и вы с ними». Вот я здесь выделяю несколько существенных характеристик. Я вот вслушиваюсь, я раскрываю, я залезаю вовнутрь и выделяю несколько характеристик. Первое, вы видите, это правило инициативного действия. На это указывают слова «как хотите». Это правило инициативного действия. Нереактивного, неответного. Это инициативный человек сам поступает таким образом. Второе, тем самым золотое правило предполагает самостоятельного субъекта действия. Самостоятельного субъекта действия. Он поступает не по образцу, не по указке, а исходя из самого себя. Третье, действие, задаваемое золотым правилом, не спонтанно. Оно намеренно, оно рефлексивно. Человек, как субъект действия, предполагается рефлексирующим относительно своего действия, мыслящим о своих действиях. Он активно выстраивает свои отношения с другими людьми. Четвертое, действие, задаваемое золотым правилом, авансирующее. Оно как бы создает прецедент. Оно дает пример. Пятое. Действие, совершаемое по золотому правилу, может быть в действительности односторонним. Не взаимным. Но оно воображается, оно мыслится субъектом действия, как если бы оно находилось в цепи взаимности. Посмотрите еще раз на вот эту формулировку. Отсюда совершенно не следует, что эти отношения уже складываются как взаимные. Здесь нет гарантии, что они сложатся как взаимные. Но человек, поступающий или определяющий свой поступок по отношению к другому, как бы мысленно выстраивает отношения взаимности. Человеку этим правилам предлагается исходить из своего хотения. Но его хотение ставится явно или неявно в зависимость от хотения другого. Я вот говорю это слово «хотение», может быть оно не очень уклюже для обычного русского произношения и речи. Мы говорим «желание». Но вот Аврелий Августин, которого я упомянул, он специально, разбирая аналитически это правило, он специально говорит, речь идет о хотении, а не о желании. Почему? Желание, оно спонтанно. Желание, оно это движение, которое рождается потребностью, увлечением. Хотение этим русским словом передается в оленье. Это желание осмысленное. Оно является предметом воли человека. Вот поэтому, если кажется, что это неуклюжее слово, но смысл здесь именно таков. Далее, по характеристикам шестое действие, в соответствии с золотым правилом, совершаются в отношении других, но по мерке действий, которые человек ожидает от других. Поступай так, как ты хотел бы. Здесь уже есть некоторый идеальный образ. Должного, желаемого, идеального действия. Седьмое. Вот в этом перенесении себя на место другого преодолевается субъективность. Я уже более, чем я сам. Я уже, ну вот выражение, я залезаю в шкуру другого. Или я одеваю башмаки другого. Обратите на это внимание, мы потом, может быть, я коснусь, говоря о конкретном материале. И вот в этом соотнесении и сообразовывании индивидуальных валений, хотений предполагается преодоление субъективности индивида. И благодаря преодолению субъективности, благодаря сообразованию или гармонизации одной субъективности и другой субъективности, золотое правило направляет на действия, устанавливающие общность. Или удостоверяющие общность, когда она уже есть. И восьмое. Это правило, как я уже говорил, оно общезначимо. Общезначимо, то есть актуально для всех, для любых обстоятельств. На что нам и указывают слова? Во всем. Итак, у нас есть представление о золотом правиле в его развитой форме. В этой развитой форме золотое правило дано именно как правило. И не ищите здесь тавтологию, потому что дальше я буду говорить о мышлении в духе золотого правила. И здесь уже не будет правила, здесь будут какие-то приближения к золотому правилу. А вот здесь есть правило. Регулятив. Это общезначимое правило. Его объект поступки человека по отношению к другому человеку. Объект. Его предмет, то есть содержание вот в этих отношениях. Сообразование, гармонизация, установок, желаний человека. Переведение их в соответствие с установками, желаниями другого человека. В соответствии с золотым правилом человек действует осознанно и ответственно. Отсюда у нас есть понимание того, каковы мотивы соответствующих поступков. Гармонизация интересов, установление и сохранение общности. И у нас есть понимание возможного обоснования этих поступков. Общее благо. Разного уровня общее благо. Вот на основе и с помощью такого философского и нормативно-этического понятия золотого правила я выстраиваю свою генеалогию. Вот я бы хотел, чтобы вы видели вот это различие между формулировкой, пусть даже самой развитой формулировкой, и той интерпретацией, которая дается в результате анализа золотого правила в более широком контексте морали, в более широком контексте культурно-осмысленного опыта, взаимодействия, общения между людьми. Имея аналитическое представление о развитом явлении, я пытаюсь проследить, из чего оно родилось. Я как бы раскладываю вот то, что я называл характеристики, а потом еще перечислил эти же характеристики, но с несколько другой позиции. Я специально вот дал это представление о золотом правиле в дискретном таком виде. Я это разбираю. Я раскладываю золотое правило, вот этот феномен, не формулу, а феномен на отдельные составляющие. И отыскиваю эти отдельные составляющие в разном культурном текстовом материале, готовый к тому, что среди найденных артефактов не будет общезначимого правила. Может быть вообще не правило, а рекомендация. Совет. Этот совет не будет обосновываться благом другого или благом общности, а будет апеллировать к благу конкретного действующего человека. Иными словами, этот совет будет оправдываться благоразумием или полезностью. Правила, рекомендация, совет – это результат некоторой рефлексии, которая обобщает опыт. Так вот, может быть, не может так статься, что не будет обобщения, но только одна ситуация, в которой люди действуют, исходя из наличных интересов. Собственно, так и проходили мои исследования в действительности. В свое время, много-много лет назад, заинтересованный вот этим золотым правилом, я начал поиски в различных текстах, текстах для более полного понимания золотого правила. И стал обращаться к самым разным источникам. И был довольно удивлен, обнаружив, что гораздо чаще мне встречаются неполные, ущербные, испорченные, условно говоря, как мне показалось, образцы золотого правила. Поначалу я просто проходил мимо. Я думал, это то, что меня не интересует. Я ищу золотое правило в этом развитом виде. Но в какой-то момент я стал фиксировать эти случаи. Постепенно у меня собралась довольно разнообразная коллекция таких ущербных образцов. И их анализ позволил понять, что я имею дело не с ущербностью, не с испорченностью, а с неразвитыми формами, которые в соответствии с характером неразвитости выстраиваются в некоторый закономерный ряд. Правда, надо отметить, что наряду с неразвитыми формами можно встретить и деградированные формы. Какая разница? Неразвитая, она еще находится в процессе становления. Она устремлена, как бы устремлена к этой идеальной форме. А деградированные формы – это уже реальные, испорченные формы. Но это относится к более позднему времени. Вот дальше я буду рассказывать о результатах в своих поисках. И все эти мои результаты, они основываются на древнейших, древнейших текстах. А вот деградированные формы, они, я говорю, относятся к более позднему времени, они находятся в текстах не эпических, незаконнических, моралистических, не жизнеучительных, а в литературно-художественных. В них не задаются нравы и не критикуются нравы, но описываются. А раз описываются нравы, значит, описывается испорченность в этих нравах. Потому что нравы, с точки зрения морали, они всегда испорчены. Прежде чем приступить к генеалогическому обзору, я должен сделать еще два пояснения. Вот для реконструкции генезиса золотого правила я отобрал лишь несколько источников. Древних текстов, в которых встречается золотое правило, конечно же, больше. Но для меня важна не историческая полнота, а генеалогия. Причем в ее ключевых моментах. Тексты, с которыми я работаю, охватывают значительный хронологический период. По крайней мере, почти в тысячу лет. Ну, в зависимости от того, как мы атрибутируем эти тексты. Здесь очень часто нет ясности. Это тексты разного жанра. Эпос, назидательное повествование, Житейское поучение, Моральное наставление, Закон или кодекс, Философское учение. Эти тексты принадлежат Разным культурным ареалам. Редко, когда мы можем проследить Континуальное развитие Золотого правила От одной формы или протоформы к другой В рамках одной культурной традиции. Во всяком случае, я так скажу. Современное состояние знаний И пониманий, пока не позволяет это сделать. Вот я сказал, что приведенная Вот эта формула, Сентенция Золотого правила Из Евангелия к Матфею. Если мы возьмем Новый Завет, Именно Новый Завет, не Библию, То в Новом Завете встречается Не всеобщая Формула Без Во всем Отрицательная формула Это положительная формула Поступайте, а там не делайте Того, что Далее Формула, которая привязана К конкретным ситуациям И это все Вот неразвитые вещи Но это встречается в рамках одного текста Причем Новый Завет Это корпус текстов Относительно гомогенных Я имею в виду по источнику По времени происхождения И так далее Я подозреваю Вот эта мысль у меня возникла При подготовке к этой лекции Я подозреваю, что если будем Исследовать Тексты Нового Завета В особенности деяний В особенности деяний Мы можем найти Все вот эти Предшествующие формулы Для меня Важно Нормативно-этическое Содержание Этого Правила Этой формулы Нормативно-этическое То есть ценностное И императивное Из того, что я сказал Ясно Что в начале Генезиса Мы должны искать Не золотое правило Не правило Но поступки И отношения По своему духу Близки Золотому правилу И эту Начальную Стадию Я обнаруживаю у Гомера А именно В Илиаде В гомеровском мире Распространены Отношения Основанные На принципе взаимности Это отношения Возмездные Это отношения Обменные Это отношения Воздаятельные В русле Обычной практики Благожелательной Взаимности Возникают отношения С новой Мотивационной Подоплекой С новыми Смыслами Предмет которых Благо другого Человека Самого Само по себе Достоинства Другого Человека Вот я бы хотел Чтобы вы на это Обратили внимание Золотое правило Это правило Взаимности Но это Всего лишь Частный случай Взаимных Отношений Взаимные Отношения Могут быть Самые разные Вот я сказал Возмездные Отношения Что такое Возмездные Отношения Око за око Зуб за зуб Правило Толеона Это есть Возмездные Отношения Обменные Отношения Торговые Отношения Обмен Услугами Обмен Любезностями Воздаятельные Отношения Воздаятельные Какое Допустим Благодарность Или Одобрение Все это Отношения Взаимные Они строятся По разным Логикам И как Показывает Вот этот Исторический Материал Золотое Правило Как особый Случай Взаимных Отношений Оно покоится На разного рода Взаимных Отношениях На отношениях Возмездия На отношениях Благодарности На отношениях Обмена Услугами На отношениях Газдеприимства И так далее Вот это я имею ввиду Когда говорю Что вот Эти отношения Есть Они привычны Но в них Начинает Привноситься Какой-то Новый Смысл И как мы Видим Вот в Илиаде Эти смыслы Возникают По поводу Конкретных Единичных Ситуаций В Илиаде Обширнейшей Поэме Можно найти По крайней мере Вот три Сюжета В контексте Которых Персонажи Демонстрируют Мышление По типу Золотого Правила То есть Непосредственно Мы находим Здесь Вот что-то Что-то Похожее На золотое Правило Показательно Что во всех Трех Сюжетах Соответствующий Способ Мышления Демонстрируют Троянцы Не греки Не ахейцы А троянцы Это Парадоксальное Обстоятельство Гомер Описывая Битвы И характеры Он всегда стоит На стороне Греков На стороне Ахейцев И в то же время Он задает Он понимает Я думаю Что он понимает Конечно Что он делает По многим Замечаниям Это можно Выяснить Он задает Он задает Новый тип Мышления И этот тип Мышления Исходит Из От Троянцев Это очень интересно Ну конечно же Среди Троянцев Кто? Предводитель Гектор Царь Троянцев Приам Сын И отец Гектор Дважды Высказывается В духе Золотого правила Перед особенными Схватками Не в пылу боя А в поединке Один на один И он предлагает Противникам Заключить соглашение О том Как надо относиться К телу Павшего По обычаю Того времени Тело павшего Могло стать Трофеем победителя И тот мог Выдать тело За выкуп Сородичам Или соратникам А мог надругаться Над ним И что было Крайне редко Мог похоронить С достоинством В Иляде Мы знаем Только один Такой случай Это Ахилл Ахилл делает Ахилл подвержен И гневу И именно Ахиллу Вот Приписывает Гомер Такой благородный поступок Совершенно исключительный поступок Вот я не буду рассматривать Два эпизода У меня просто нет времени Я возьму один эпизод Главный эпизод Это эпизод Схватки Гектора С Ахиллом Перед схваткой С Ахиллом Это 22-я книга Или 22-я песнь Гектор обращается К нему Со следующим предложением То есть они уже Три раза Обижали вокруг Трои И вдруг останавливаются И Гектор говорит Погоди Тело Тело тебе Я не буду бесчестить Когда громовержец Дарует мне устоять И оружием Дух твой Исторгнуть Славные только Доспехи С тебя Ахилл Совлеку я Тело ж Отдам Мирмидонцам То есть соратникам Твоим И ты Договор Сей Исполни Своим предложением Гектор заявляет Как бы он хотел Чтобы поступили По отношению К нему И при этом указывает Что он сам Действовать будет Именно так Соответственно тому Какого поведения Он ждет От другого В отношении себя Предложение Гектора Ну вы видели Этот текст Мы можем реконструировать И перестроить формулу Или максимум поведения И оно будет Тогда следующего вида Обязуюсь вести себя По отношению К тебе так-то И ты Прими такое же Обязательство По отношению Ко мне Или Обязуюсь Вести себя так Как хотел бы Чтобы ты вел себя По отношению Ко мне Более того Эту формулу Мы можем попытаться Преобразовать В норму И тогда у нас Получится что Поступай По отношению К другому Так Как ты ожидаешь Что другой Будет поступать По отношению К тебе Но разумеется Это мы такие Умные Со своим знанием Со своим опытом Со своей Начитанностью Легко Так раз Как кубик Рубика Трансформировали Одно в другое Но тем не менее Здесь нет Логической ошибки Здесь нет Никакого Нормативного Напряжения Мы не нарушаем Действительно То содержание Которое Вот Находим У Гомера В устах Гектора Мы всего лишь Переосмысливаем Это содержание Исходя Из более развитого Более развитого Морального Опыта Но Мы должны быть Благодарны Вот тем Начаткам И мы видим Эти начатки Изначальный Принцип этих Отношений Взаимность Обоюдная Взаимность Как я говорил Этот принцип Гомеровским героям Известен Понятен Многократно Испробован Это можно Видеть в многочисленных Поэмах Примерах В поэме В виде мести Дарообмен Дарообмен Обмена подарками Гостеприимство Гектор Готов наполнить Этот принцип Новым содержанием Благожелательным Расположением И благожелательное Расположение Предлагается В отношении К жесточайшему Врагу Смертельному Врагу На свое Предложение Гектор получает Решительный отказ От Ахилла Отношения Позитивной Благожелательной Взаимности Между Ахиллом И Гектором Не сложились И не могли Сложиться И Ахилл Несмотря на Сейчас предстоящий Бой Подробно Разъясняет Почему это Неприемлемо Для нас Вполне убедительно Ахилл Поражает В бою Гектора В его душе Продолжает Бушевать Горькое Чувство Мести Запавшего От руки Гектора Любимого Друга Патрокла И поэтому Он отказывает Гектору Гектор Убийца Хотя в бою Какие убийцы Убийца Его любимого Друга Патрокла Никакие соглашения Невозможны Он и вступил В бой Для того Чтобы поразить Гектора Но поразив Он не освобождается От чувства Мести И в течение Многих Дней Тринадцати Дней Он продолжает Измываться Над телом Гектора Иными словами Он ведет себя Прямо Противоположно Тому Что Гектор Предлагал Перед схваткой Такое поведение Вызывает Негодование Богов И Зевс Посредством Матери Ахилла Очень показательное Обстоятельство Не напрямую А посредством Матери Ахилла Решительно Склоняет его К снисхождению При этом Он побуждает Троянского Царя Приама К визиту В стан Ахилла С выкупом За тело Гектора И вот здесь Начинается Другая история Для нашего сюжета Очень важная И я на ней остановлюсь Явившись в стан Ахилла Приам Обращается К нему С мольбой О выдаче Тела сына И в качестве Довода Приам Конечно же Он говорит Что он приехал С повозкой Даров Исключительных И мы об этом знаем Если не ошибаюсь Там 13 строчек Гомер Посвящает Описанию Вот этого Содержимого Повозки Но в качестве Довода Приам Просит Ахилла Вспомнить Отца Пелея И отнестись К Приаму Так как Ахилл хотел бы Чтобы отнеслись К Пелею Окажись он В таком же положении И в Ахилле Что-то происходит Он уже видит Пред собой Не царя Вражеского Народа А старца Как бы Своего отца И относится Как к своему отцу Он соглашается Отдать тело Гектора И приняв Дары Устраивает Приаму Дружеское Угощение А затем Укладывает На ночлег Не выкуп Но сострадание Оказывается Тем мотивом Который Подвигает Ахилла Благосклонно Отнестись К мольбе Правителя Троя Это сострадание Питается Отношением К чужому Как к своему Питается тем Как Ахилл Хотел бы Чтобы отнеслись В такой же ситуации К его отцу И мне кажется Вот эти эпизоды Они Дают нам Представление О поведенчески Коммуникативном Прообразе Золотого правила Поведенчески Коммуникативном Прообразе Золотого правила То есть о том Как Золотое правило Предвосхищается Не в нормах А в ситуативной Практике Человеческих Отношений Здесь Пусть В единичных ситуациях Я это подчеркиваю В единичных ситуациях Но очевидно И явно Предлагается Отношение К другому По образцу Желаемого Отношения К самому себе Это отношение Которое Перспективно Выстраивается На основе Взаимности Взаимности Неактуальной Нереальной Взаимности Предполагаемой Воображаемой Ахилл Откликаясь На просьбу Прямо Он прекрасно Знает Что Никакой Взаимности Не будет Потому что Поражением Гектора Он подписал Себе Приговор Он знает Это Что дни Его Сочтены В этом смысле Его Деяния Односторонние Но мыслит Он По логике Взаимности И конечно же Второе Значит Взаимности Второе Это полное Взаимное Благорасположение Но я предупреждал О философском Тексте И это ученый Текст Философский Текст Который Я хочу Обратиться Это текст Аристотеля Вот например В риторике Аристотель Рассуждая О стыде Его причинах И появлениях Замечает Что человек Сам делает Зато Как говорится Он не взыщет С ближних Из чего Следует Что Чего Он сам Не делает Зато Он Очевидно Взыщет Чем Интересно Это высказывание Если Провести Аналитическую Нормативную Реконструкцию Этого высказывания То мы Можем Получить Формулу Схожую С известной Поговоркой Чего в другом Не любишь То сам Не делай Нет Этого содержания Нет Здесь немного По другому Здесь говорится Если сам делаешь То не попрекай В других Чего сам Человек Не делает Того он И в других Не любит Это близкие Содержания Близкие Очень часто Вот эта поговорка Чего в другом Не любишь Того сам Не делай Приводится Как Такой народный Аналог Из народной речи Золотому правилу Чем еще Интересно Это высказывание Хотя поводом и контекстом Этого замечания Является рассуждение О стыде Оно высказывается В обобщенной И преодолевающей Частный момент Человеческих отношений В форме Вот очень важно В предыдущих примерах Мы имели Конкретные ситуации А здесь уже Некоторое Обобщение При соответствующей Нормативной реконструкции Мы можем выделить В этом высказывании В этой характеристике Как позитивную Так и негативную В формулировке Золотого правила Но это не новость Это мы уже находим У Гомера Возможность Такой реконструкции И еще что интересно В этом высказывании Определяется Не столько Принцип действия Сколько критерий Суждения Относительно Чужих действий И этот критерий Оценки Оказывается Обусловленным Именно характером Действующего лица Поступай так Как ты хочешь Чтобы другой поступал По отношению к тебе Вот я Оказываюсь тем Источником стандарта Но другого быть не может Я не знаю ничего Про другого Поэтому я вот Задаю Свой личный стандарт Но наиболее полная Тематика Золотого правила Прослушивается В учении Аристотеля О дружбе Конечно Дружеские отношения В интерпретации Аристотеля Гораздо полнее И богаче Чем те отношения Которые предполагаются Золотым правилом Но при этом В них есть то Что подводит нас К золотому правилу В дружбе Говорит Аристотель Человек относится К другу Как к самому себе Это нам может Напомнить Формулу заповеди любви Я хочу привести Еще другую характеристику Аристотелем дружбы В дружбе Человек к себе Относится так Как он относится К другу Таким образом Ничего не говоря Прямо О золотом правиле Аристотель Осмысляет Различные проявления Человеческих отношений Основанных на дружественности Благожелательности Вообще расположении И таким образом Накапливается Осваивается Соответствующий Мыслительный опыт И в рамках этого опыта Осознаются И определяются Различные характеристики Должных действий Которые впоследствии Будут поняты Как действия Соответствующие Золотому правилу Наконец Накопленный опыт Рефлексии Доброжелательных Человеческих отношений Обобщается настолько Что оказывается Притворенным В правила поведения Уже известное нам Как золотое правило Это золотое правило В негативной формулировке И встречается Оно в книге Тавита Как считается Второго века До нашей эры Но вероятно Что ранние версии Этого сюжета Относятся К восьмому веку До нашей эры Когда собственно Разворачивается Развиваемая В книге История Тавит О котором Рассказывается В книге Праведник Само имя Тавит И означает Благость Бога Именно из-за Своей праведности Тавит попадает В тяжелое Финансовое положение Чтобы поправить его Вынужден послать Своего сына В далекое путешествие Напустуя сына Он оставляет его В благоразумии И благочестии Тавит В первую очередь Требует От своего сына Почитания матери В первую очередь Затем Наставляет его В благоговении Перед Богом Далее идет Самое значительное По объему По учению Касающееся Милостыни Почему я вот подчеркиваю Что это самое значительное По объему Мы же знаем Про золотое правило Что оно основополагающее Раз оно основополагающее Значит оно должно быть Главным центром внимания Нет Вдруг вот Посвященное Милостыне Кому сколько Как давать А надо Давать всем И давать надо Ради Бога Во славу Божью Следующим наставлением Запрещается Распутство И требуется Исполнение Порядка В выборе Жены Тут же Говорится О добром отношении К соплеменникам Известное нам Люби братьев Своих Своеобразное Выражение Формулы Заповеди любви И вот после наставления В необходимости Своевременной оплаты Труда работников Приводится золотое правило В отрицательной формулировке Что ненавистно тебе самому Того не делай никому Этому стиху Предшествует наставление В благоразумии Но продолжается оно Предостережением Против пьянства Так что непосредственная Нормативная ассоциация Золотого правила Нам не совсем ясна Но как бы мы не трактовали Смысл золотого правила Оно принимая во внимание Непосредственный контекст Дополняет частные требования В этом смысле Оно не предлагается В качестве самостоятельного И в этом смысле Оно совсем не является золотым Вот это и отметим В книге Тавита Знакомая нам формула Золотого правила Встречается как обобщающий Комментарий К определенного рода ситуации И поскольку это частные ситуации Правило, известное нам Как золотое правило Выглядит здесь Как правило благоразумия Наставление воздерживаться От причинения вреда другому Ради того, чтобы не оказаться Самому объектом Причинения вреда Далее по нормативно-этической логике Мы находим золотое правило У знаменитого еврейского Закона учителя и патриарха Выдающегося деятеля фарисейства Гелеля Старшего По предальнюю Гелель Старший Жил 120 лет Как и Моисей Он родился в 110 году До нашей эры Предположительно Потому что мы знаем Что где-то в 10 году он умер В 10 году нашей эры То есть он старший Современник Иисуса Христа Гелелю принадлежат Большие заслуги В разных областях знания Но главное, что благодаря ему Происходят коренные изменения В нравственных воззрениях евреев Собственно, когда Гелелий Проговаривает золотое правило Один язычник Пришел к Гелелю и сказал Я приму закон Моисеев Если ты изложишь мне его сущность Пока я стою на одной ноге Пока я стою на одной ноге Гелель сказал То, что тебе самому неприятно Того не делай ближнему твоему И добавил В этом все учение Прочее только толкование Иди и научись Что важно в этой трактовке Так это то, что золотое правило Дается как квинтэссенция учения Я бы сказал, что Гелель выступает еретиком Нигде в учении То есть в законе И в пророках золотого правила Как такового нет Это его интерпретация Ну, еретиком, можно сказать По-другому, новатором мысли Наконец, конечный пункт В нашем генеалогическом рассмотрении И не знаю, вы считаете или нет Но это шестой этап Это золотое правило В его формулировке Христом Которое приводится в Евангелие От Матфея Как я уже говорил Это наиболее развитая форма Золотого правила Собственно, от нее мы и отталкиваемся В понимании золотого правила Почему она развита? Потому что она дана В позитивной форме А позитивная форма Включает в себя негативную Негативная не включает в себя позитивную Негативная говорит только Из чего не надо делать А позитивная говорит Что надо делать В том числе Не причинять зла Понятно, да? В этом смысле Это более широкое правило И именно в формуле Которая приводится В Евангелии от Матфея Золотое правило Явно дается Как универсальное Во всем, как хотите Характерно, что Золотое правило В учении Христа Подтверждается словами В этом закон и пророки То есть Христос говорит почти то же самое Что Гелель Почти в смысле словесно Но по сути то же самое Гелель сказал В этом все учение Христос говорит В этом закон и пророки То есть то же самое учение Эти слова В этом закон и пророки В Евангелии от Матфея Произносятся еще лишь однажды После провозглашения Заповеди любви к Богу И к ближнему Некто спросил Христа Учитель Какая наибольшая заповедь В законе Иисус сказал ему Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всею душою твоею И всем разумением твоим Сияясь первая И наибольшая заповедь Вторая же подобная ей Возлюби ближнего твоего Как самого себя И следует добавить Что в Новом Завете Золотое правило Однозначно сопряжено По внутреннему смыслу И по содержанию Своему заповедью любви Причем настолько Что в истории мыслей В современной литературе Не только популярной Но и специальной Эта традиция Отождествляется Есть традиция Которая Отождествляет Золотое правило И заповедь Любви Золотое правило Формируется Постепенно В ходе Практического Взаимодействия Общения людей На основе Накапливаемого Коммуникативного Опыта Опыта конфликтов Страдания От их углубления Облегчений От их разрешения Благодаря взаимопониманию Компромиссам Согласованию Интересов В результате Одухотворения И возвышения Этого опыта Описывая Таким образом Генезис Золотого правила Я предполагаю Что оно еще И тем Золотое Что всецело Представляет Феномен морали Модель Генезиса Золотого правила Может быть Типовой И для других Ценностных И императивных Моральных форм Впрочем Это гипотеза Она еще Требует проверки Спасибо за внимание Здравствуйте Роман Грантович Чертыковцева Ксения Институт философии РАМ Мне интересно Что подразумевается Под отношением К другу Как к самому себе То есть Имеется ввиду Исходным мотивом Здесь является Некоторое чувство Такое как Например сопереживание Или же боязнь Что впоследствии Со мной могут Как-то поступить Негативно Если я проявлю Какие-то чувства Во-первых Я хотел бы Обратить внимание Что Здесь Аристотель Говорит Об отношении К другу В словах Которые Потом мы Услышим В заповеди любви Которые Встречаем В Пятикнижии И в полной форме В Евангелии От Матфея Ну предполагается Как человек К себе относится Наилучшим образом Наилучшим образом Почему я ссылаюсь На заповедь любви Она говорит Возлюби Ближнего своего Как самого себя Предполагается Ты уже себя любишь Себя любишь Ты о себе заботишься Ты Знаешь себя Лучше всего Аристотель говорит Вообще-то Идеальная дружба Это дружба С самим собой Ну в каком смысле Идеальная дружба В том смысле Что дружба Предполагает Согласие Взаимопонимание И только с самим собой Я могу быть согласным По Аристотелю При условии Что я добродетельный Вот соответственно К другу надо Относиться Как к самому себе То есть Максимально Благожелательно С добром Спасибо До свидания Спасибо Спасибо